армлифтинг это молодой но стремительно набирающий популярность спорта он делится на несколько подвидов но основных упражнений 2 один из них аполлон аксель напоминает обычную для пауэрлифтеров становую тягу отличие 2 но не очень существенные гриф на штанге в два раза толще охват руками должен быть только с одной стороны поэтому важна не столько мощь ног и спины сколько сила кистей и пальцев если взяться неудобно то штанга просто выскользнет сергей тимченко в подобном виде соревнований участвует впервые соперники это опытные спортсмены многие из которых весят больше темиртаусского спортсмена на 20-30 килограмм а в этом виде спорта масса тела имеет огромное значение у самого спортсмена это нисколько не испугало ведь данном случае важнее не победа а полученные опыты навыки в связи с тем что в основном я занимаюсь паролифтингом нужно развивать силу хвата кисти потому что бывает так что за 350 килограмм спина еще тащит ноги тащат а пальцы просто разжимаются и вес падает поэтому мы целенаправленно начали развивать силу хвата силу кистевого хвата и связи с чем это как подсобные были упражнения в нашем виде спорта решили попробовать себя и здесь по итогам выступлений в данной разновидности армлифтинга сергей тымченко стал четвертым лишь немного не дотянув до тройки призеров аналогичный результат показал еще один темиртауский спортсмен даниэр бюсимбаев за три подхода он увеличил вес на штанге более чем полтора раза но решающий подъем который позволил бы ему подняться на пьедестал ему не удался приняли темиртауские спортсмены участие во втором из основных видов армлифтинга роллинг тандере вес закреплен на стойке нужно поднять закрутящуюся гладкую и широкую ручку причем одной рукой и не упираясь даже об ногу внешне это выглядит довольно просто но только на маленьких весах а вот поднять пальцами даже 50 килограмм это уже гораздо сложнее эти соревнования являются одним из самых зрелищных поэтому привлекают много именитых гостей один из участников владимир калиниченко чемпион мира по силовому экстриму среди гостей заслуженный артист россии евгений дятлов звезда сериала улица разбитых фонарей участник шоу две звезды и король ринга еще на тестовом стенде показал что находится в хорошей форме джав жесткий экспандер говорит что с радостью принял бы участие в соревнованиях было бы побольше рекламы больше вокруг этого освещения ну по крайней мере там местных или канальных средствах массовой информации было бы здорово а так в общем желание как бы внутреннее такое подскудное конечно есть просто все это интересно но и без евгения дятлова конкурентов у тимиртауских спортсменов хватало здесь была жесткая конкуренция где огромную роль играет каждый килограмм на нее рулью симбаеву вновь не хватило совсем немного он стал четвертым вот сергей тимченко смог стать третьим и завоевать таким образом первую в этом новом для себя виде спорта медаль но результат очень хороший для первых таких крупнейших соревнований это в принципе показатель все вошли в пятерку стоит отметить что на чемпионате мира проводили соревнования и по не основным дисциплинам вес закреплен на стойке нужно было поднять при помощи различных креплений за которые просто невозможно удобно взяться еще один вид дисциплины разрушение предметов спортсменам на время необходимо было согнуть подкову погнуть железный пруд и сломать толстый болт этот чемпионат мира стал первым для казахстанцев но на дальнейшем темиртауский спортсмены намерены стать постоянными участниками мирового первенства для этого необходимо развивать эту дисциплину в темиртау чем и планируют заняться первые казахстанские армлифтеры мирового уровня